Гарольд Лэмп. Ганнибал. Один против Рима. Перевод с английского Игоревского. Москва. Заоцентр Полиграф. 2006 год. Предисловие. Ганнибал, сын Гамилькара Барки, Карфагенинин, жил на свете 22 столетия назад, но имя его нам знакомо так, словно это происходило вчера. Нынешние школьники без особого интереса читают записки о Гальской войне Юлии Цезаря, по их мнению победы Цезаря над Галлами, дела давние и утратившие свое значение, но историю о том, как Ганнибал вел своих слонов через Альпы, они воспринимают как захватывающие приключения, в котором участвуют сами. Это свойство детей отмечал еще древнеримский поэт-сатирик Ювенал. Но во времена Ювенала матери имели обыкновение пугать детей возгласом «Ганнибалу ворот». Ганнибал прожил 64 года, примерно за сто лет до Цезаря и спустя столетия после Александра, царя Македонии. Это было время огромных перемен в Средиземноморье. До той поры люди здесь жили племенными сообществами, в городах-государствах, управляемых старейшинами или советами. Начало перемен было положено греками, с их стремлением к индивидуальности и осознанием принадлежности к целому единому космосу, который стал в конечном итоге Римской империи. Ганнибал был не менее причастен к этим переменам, чем более известный Александр или Цезарь, но совершенно иным путем. В том, что выпало на долю и римлян, и карфагенин, говорит нам Полибий, были вина и воля одного человека, Ганнибала. И это вопреки тому, что Ганнибал потерпел поражение в последней битве, и вскоре после этого, а возможно в какой-то степени, благодаря этому его город, карфаген, был полностью уничтожен. Уничтожен. Но тем не менее, карфаген сохранился в нашей памяти не только как город или владыка морей или место обитания молчаливых людей, поклонявшихся необычным богам. Память о Ганнибале осталась жить, несмотря на глубокую тайну, которая окутывает все, кроме его имени и дат его жизни. Каков был его действительный ранг? Царь или просто полководец? Какая цель заставила его молнией лететь в Италию? Каким родом войск он командовал и куда вел эти войска до тех пор, пока не произошла катастрофа, которую древние летописцы назвали «войной Ганнибала»? И самое главное, почему случилось так, что после того, как преследуемый в последние годы жизни и вынужденный доживать свои дни на отдаленном побережье, он одержал поразительную личную победу над сильным воинственным народом, который нанес ему поражение. Сам он так не считал. Заслуживающие доверия предания сохранили его слова. Настало время положить конец беспокойству римлян, которые потеряли терпение в ожидании смерти ненавистного старца. В иронии этих слов, его единственный автопортрет, до нас не дошли портреты этого карфагенинина, сохранились монеты с изображениями карфагенских слонов, но нет монет с изображением головы Ганнибала. Очевидно, никогда не возводились его статуи. Сам Ганнибал установил одну бронзовую мемориальную плиту, перечень его побед в сражениях, который должен был остаться в храме после того, как он покинет Италию. Ганнибалу нравилось писать, однако единственное сохранившееся произведение, написанное его рукой, — это одна древняя история, рассказанная для жителей острова Родос. Признанный специалист в области ведения военных действий, более искушенный, чем Александр, и более победоносный, чем Наполеон Бонапарт, Ганнибал оставил современным стратегам триумфальную победу при Каннах, которую они довольно часто пытались повторить, однако, в отличие от других, не оставил ни афоризмов, ни советов, которым стоит следовать. На вопросы, предложенные истории, он словно бы ответил, — мне нечего сказать по этому поводу. Плутарх, неутомимый биограф выдающихся людей греко-римской эпохи, дал жизнеописание некоторых из тех, кто обрел известность благодаря своей оппозиции Ганнибалу. Эти жизнеописания не в меньшей степени относятся к самому Карфагенину. Знаменитый сцепион африканский, старший, заслуживающий нашего внимания не менее чем Гай Юлий Цезарь, получил наибольшую известность благодаря поражению, которое он нанес своему безмолвному сопернику. Его фраза «перенесение войны в Африку» вошла в поговорку, как и выражение «выжидательная тактика», применительно к Фабию Максиму, прозванному «медлителем». Катон-старший, строгий, сыгравший немаловажную роль в событиях, известен главным образом своим неоднократным призывом «деленда эст Кархаго» – Карфаген должен быть разрушен. В действительности все эти трое римлян известны нам исключительно потому, что они, каждый по-своему, поставили себя в оппозицию Ганнибалу. Таким же образом память о Ганнибале сохранилась на всем Средиземноморье, которое стало римским после его смерти, потому что он наблюдал за морскими волнами, разбивающимися о священный мыс, за которым садится солнце. А там, где солнце восходит, на востоке возле руин Троя, он попрощался со своими врагами. На заснеженных дорогах альпийских гор вам скажут, что Ганнибал проходил здесь, но не скажут с кем или зачем. Словно его появление имело смысл, который не так просто объяснить. Возникает чувство, что его появление изменило людей того времени. Словно произошло нечто необычное, изменившее всю их жизнь. И этот секрет необычности случившегося похоронен в скалистых холмах, которые не могут говорить. Это так нетипично, что память о человеке сохранялась столь долгое время, особенно если учесть, что жизнь его была окутана завесой тайны. Загадочность, казалось, шла за ним по пятам. Загадка, как он перешел через Альпы, ведя за собой целую армию со слонами, привлекала ученых нескольких столетий. Их попытками разрушить ее заполнены сотни томов на библиотечных полках. Со своей стороны военные историки исследовали достижения Ганнибала в области военной науки, чтобы разгадать секрет его успехов, еще более неуловимый, чем секрет успехов Наполеона. Их труды почти столь же многочисленны, как и труды исследователей его переходов через Альпы. С другой стороны, письменных свидетельств жизни Ганнибала, сына Гамилькара, почти не найти, если не прослеживать их по описаниям его компаний. Историографы видят причину такого молчания в самом этом человеке. И у них есть для этого все основания. Карфагенине, объясняют, они были скрытными людьми, которые вели мало записей, и Ганнибал не был среди них исключением. К тому же после окончательного разрушения их великого города уцелевшие библиотеки были отданы соседним африканским правителям, которые могли читать по-финикийски, но, очевидно, не слишком бережно обращались с книгами. Сокровища искусства Карфагена были увезены в Рим или раздарены достойным пособником победителей. Оставшиеся в живых люди, рассредоточившиеся по всему африканскому побережью, так и не смогли построить другой город, и их древние традиции с течением времени стерлись из памяти. После того, как последний большой пожар догорел на храмовом холме Карфагена, римский полководец Сципион Эмилий-младший произнес траурную речь по поводу обреченного города и его жителей. «Бог смерти и войны! Всели дьявольский ужас в этот проклятый город Карфаген и в его войско и людей! Мы проклинаем с наивысшей силой этих людей и их войско! Мы проклинаем всех, кто занимал эти дворцы, всех, кто работал на этих полях, всех, кто когда-либо жил на этих землях! Мы молим, чтобы они никогда не увидели больше небесного света! Пусть вечное безмолвие и опустошение воцарятся здесь! Пусть будут прокляты те, кто вернется! Пусть дважды прокляты будут те, кто попытается восстановить эти руины!» Дело было не в том, что Сципион Эмилий таким образом направил свой гнев на все, связанное с Карфагеном. Его проклятие было ритуальным действом, завершением его военного долга, словно печать, которую ставили на вощеной дощечке для письма. Полибий, находившийся в этот момент рядом с полководцем, заметил, что его лицо было перекошено и услышал, как тот пробормотал строку из Гомера «Настанет день, когда священная Троя сгинет вместе со своим народом». Полибий спросил, почему он произнес такую пессимистическую фразу. Римский победитель ответил, что подумал о том, что та же участь может постигнуть когда-нибудь и его собственный город. Таким образом, память о временах Ганнибала исчезла вместе с культурой и жизнью этого города. Современными археологами были обнаружены при раскопках лишь некрополь и фундаменты нескольких храмов с окружающими их захоронениями и молитвами, начертанными на надгробиях, в которых ничего не говорилось о Ганнибале. Больше того, историки уверены, что записи двух секретарей греков по происхождению, сопровождавших Ганнибала, были уничтожены или потеряны. Уцелели отдельные фрагменты, которые цитировались более поздними авторами, поскольку все эти авторы были римлянами или находились на службе у римлян. История Карфагена времен Великой войны за господство над Средиземным морем превратилась в историю врага. Когда Рим при августе стал империей, талантливые римские историки, естественно, переписали многие страницы ее становления, чтобы прославить империю и восхвалить божественного августа. В их записях Ганнибал представлен самым ярым противником Сената и римского народа. Его человеческие качества и подлинная сущность исчезнувшего Карфагена начали стираться со страниц истории. Осталось нечто похожее на полемпсест, на котором был счищен ранее написанный текст и на его месте сделана совершенно другая надпись, но на полемпсесте можно слабо различить раннюю запись и кое-что из написанного древней рукой восстановить. Цель этой книги – попытаться сделать видимыми следы жизни Ганнибала, сына Гамилькара, прежде чем она оборвалась в 183 году до н.э. Мы будем исследовать только то, что относится к его личности, касается ли это формы кельтского клинка, камня ли, который он взял в руку, париков, которые он носил с собой, или вида открывающегося со стороны ворот Рима с высоты Кверинальского холма. Историки четко описали события того времени. Мы попробуем вернуться к образу человека, ставшего причиной этих событий. Начнем с горы на берегу острова Сицилия, с 241 года до Рождества Христова, мирного года, который не был мирным. Глава первая. Отступление от моря. Грибцы твои завели тебя в великие воды. Подобно многим людям, Ганнибал провел свое детство у моря. До пятилетнего возраста он не покидал гору. Гора эта, Эрик, возвышается, как гигантская сторожевая башня из глубин рядом с мелководным заливом, имеющим форму полумесяца. С нее открывается вид на небольшой, обнесенной стеной город у залива. Ганнибал не мог бывать в этом городе, поскольку город этот находился в состоянии войны с теми, кто жил на горе. Поэтому самым ранним его воспоминанием, чем он отличался от старших сыновей во многих других семьях, был вооруженный лагерь. Это не значило, что мужчины вокруг него постоянно носили оружие. Они чинили крытые соломой крыши, когда шел дождь, или наблюдали за тем, как их жены делают ожерелье из серебряных монет про черный день. Их пленники возделывали ячмень на плоских выступах горы, в то время как старшие сыновья пасли стада овец и коз, чтобы было чем наполнить котелки. Не совсем обычно, что Ганнибалу пришлось познакомиться прежде всего с таким способом ведения натурального хозяйства на этом пятачке на вражеской территории. Крутые бастионы горы Эрик защищали поселение, во главе которого находился Гамелькар Барка. Когда запасы продовольствия начали подходить к концу, Ганнибал стал все чаще слышать тяжелую поступь людей в шлемах и со щитами, отряды которых спускались вниз по тропам. Они шли в сторону заката солнца, спускались по охраняемым тропам, чтобы вернуться под покровом темноты, ведя ослов и пленников с грузом вина и кувшином зерном, а то и крупный рогатый скот, угнанный с просторов долин, простирающийся внизу. Поскольку пятилетний мальчик постоянно наблюдал их уходы и приходы, ему не казалось странным, что все эти энергичные мужчины говорили на разных языках. Они были наемниками из разных краев, из разных островов. Вслед за мужчинами лагеря они осваивали грубый местный африканский диалект или язык греческих торговцев. И мальчик с готовностью подхватывал этот язык, когда хотел что-нибудь выяснить. Наемники оставляли свою работу, чтобы сесть и объяснить старшему сыну господина Гамилькара, который был способен и шумно негодовать, и проявлять заботу о них. Возможно, самое неизгладимое впечатление на Ганнибала производил гигантский левиец с звенящими серьгами в ушах, который мог нести на своих могучих плечах связанного же ребенка. Как бы там ни было, детским садом для этого ребенка стал лагерь, в котором его отцу прислуживали наемники либо за серебряные монеты, либо из преданности, либо, надеясь на трофеи. Гамилькар Барка ловко умел расположить к себе самых разных людей, включая римских перебежчиков. Он предоставлял порабощенным пленникам право жениться и выплачивал им скудные жалования, чтобы задобрить их. А женщины его дома на горе Эрик были молодыми и опытными проститутками. Сама гора производила на Ганнибала большое впечатление. Ее вершина, исхлестанная ветрами, иногда закрытая движущимися массами облаков, стояла особняком от темных вершин островных гор. Черные тучи собирались в глубине острова, где их пронзали вспышки молний. Наблюдавшиеся Рика люди становились объектами гнева или благосклонности небес. В последующие годы жизни Ганнибал сохранил чувствительность к этим небесным явлениям, которые могли предвещать волю земных богов. Провидцы, окружавшие его, были не прорицателями, а скорее толкователями небесного гороскопа. Возможно, в этом сыграло роль то обстоятельство, что фамильное прозвание Барка означало «удар молнии». К тому же на рассвете с высоты Рика можно было бросить взгляд за темный берег и увидеть, как над морем с восточной стороны всходит солнце. Священнослужители стояли лицом к солнцу, когда выливали жертвенное вино из чаш перед шатром прорицателя Авгура. Авгуры — римские жрецы. Гамилькар, постоянно менявший свое жилище, держал личное имущество в этом маленьком шатре. Все карфагенине обращали свои взоры на восток, испытывая в этом необходимость, которую скорее чувствовали, чем понимали. Там, на востоке, лежала земля их предков, финикийских семитов, древнейшая Красная земля, возможно, это было побережье Персидского залива, откуда их предки переселились в Ханаан и на плодородные земли Средиземного моря. За счет этого моря люди Красной земли и жили, но не только благодаря рыбной ловле. Сидон был их первым рыбным портом или пурпурному красителю, который они по крупицам добывали из брюхоногого моллюска, а занимаясь торговлей, для чего они отважно пересекали море на судах, сделанных собственными руками. Торгующие с народами на многих островах, как называл их пророк Иезекииль. Прекрасные мореплаватели, они построили крепкие города на прибрежных скалистых островах и приняли меры, чтобы защитить их от нападений многочисленных воинств. Могущественнейший из финикийских городов Тир, что значит скала, был воздвигнут на одном из таких островов. Из глубин континента караванами из Дамаска, Иудеи, Савы и Эдома тирские торговцы вывозили сырье, которое в руках ремесленников превращалось в египетские холсты и библовские стеклянные изделия. Скалистый шельф Тира, конечно, не обеспечивал людей запасами, и они добывали их, обрабатывая земли близ лежащего материка. Население высоких многоквартирных домов Тира насчитывало, вероятно, не более 25 тысяч человек. Богатые люди Тира, как рассказывал Страбон, появились благодаря мастерству его обитателей. Это особое мастерство семитских финикийцев проявлялось в торговле, обмене сырья на готовые товары и, наоборот, во времена царя Хирама они построили на Красном море для Соломона, царя Израиля, флот из древесины стройных ливанских кедров, используя железные гвозди и паруса из египетского полотна. В обмен на это они вывезли золото из рудников Афира, а также драгоценную миру и благовоние из Савы. Хирам также поставлял древесину для храма, возводимого Соломоном. Финикийцы были первыми и, возможно, последними людьми, культура которых возникла на базе коммерции. Поэтому они неизменно процветали в мирные времена, в периоды между внутренними конфликтами и вторжениями извне. Войско Сен-Нахириба было только одним из многих осаждавших морскую крепость Тир. Когда этот важнейший город подпал в 538 году до нашей эры под персидское владычество, почти за три столетия до того, как Гомелькар оборонял свою горную цитадель от римлян, финикийцы поддерживали себя тем, что поставляли морской транспорт персидским царям. Тир с его искусственными гаванями остался нетронутым. Его богатство даже умножилось при персидском владычестве, но его жители уже больше не могли связывать свою судьбу с морем. — Грибцы твои завели тебя в великие воды, — говорил Атири и Езекииль. Этими великими водами был сам океан, и финикийцы подчинили его себе, построив суда, и не только весельные, но и парусные, чтобы отважно бороздить глубокие воды, направляясь в дальние земли, вместо того, чтобы держаться у берегов или плавать от острова к острову. На своих черных судах финикийские капитаны прокладывали курс по звездам, руководствуясь знаниями халдейской астрономии. Свои знатоки были у тебя, Атир, они были у тебя кормчими. Они отправлялись туда, где не могли выдержать легкие грибные галеры, используя попутные ветры Средиземного моря, остерегаясь невидимых течений, помня о безымянных мысах, расположенных вдоль западных берегов и нанося входы в безопасные бухты и устье рек на карты, которые они ревниво оберегали от взоров других мореплавателей. Они научились тому, как преодолевать штормы или укрываться от них. Им грозила куда большая опасность от встречи с судами критских морских владык, которых сопровождали в те времена весельные суда варварских греческих городов-государств. На открытое море не распространялись никакие правила империи. Никакого кодекса законов не было написано для него, и судьба всякого грузового судна зависела от милосердия оказавшегося на его пути хорошо вооруженного корабля. Финикийские сторожевые корабли с их бронзовыми носовыми выступами отводили более слабые суда в отдаленные торговые порты. Такие порты, как и сам Тир, имели зажатые между скалами островки в стороне от побережья или в конце полуострова, куда можно было приблизиться по воде, но трудно было подойти с суши, как было с Карфагеном. У предков Ганнибала море было в крови. Те, кто выходят в море на кораблях, привыкают к опасностям, и осторожность становится частью их натуры. Парадоксально, но жажда свободы никогда не оставляет тех, кто водит суда за горизонт. Дети моря, финикийцы, искали любой повод, чтобы избежать разорения войной. Они сделали величайшее открытие. Пути, проложенные через глубинные воды моря, самые безопасные для находящихся в состоянии конфликта людей, населяющих его берега. Средиземное море стало их главной магистралью, и они пытались обмануть соперников рассказами о несуществующих ужасах на этом пути, об острове, на котором Эол держит в повиновении ветры, и о далеком побережье, на котором день всегда равен ночи, а великаны-листригоны пожирают экипажи, потерпевших крушение судов. Эти рассказы нашли свое отражение в легендах Гомера. Такие обманчивые на вид миролюбивые тирцы отчаянно до последнего вздоха боролись за свободу своего города. Когда она была утеряна, тир был ввергнут в молчание посреди моря. А до той поры Карфаген, новый город, посылал ежегодно в тир деньги в качестве дара храмам древних божеств. Карфагенине делали это, хотя храмы тех же божеств Танита, Шмуна, Целителя и Мелькарта возвышались над самим Карфагеном. Тысячелетняя традиция заставляла священнослужителей Гомелькара возносить молитвы, обратившись на восток с дурным предчувствием. Имя Гомелькар означало «сын Мелькарта», древнего божества этого города. Теперь и сам Гомелькар обладал бесстрашием льва, поэтому наемники шли издалека служить ему, и он никогда не отказывался вознаграждать их. Более того, он устремил свой взор в новом направлении. Магнаты Карфагена, старейшие семьи, которые вели свое происхождение от финикийцев, баркиды, выходцы из Кирены, не принадлежали к ним, всю свою жизнь испытывали противоречивые чувства. Традиционно обязанные поклоняться древним богам земли обетованной Ханаан, смиренно готовые к жертвам, обособленные от других людей, убежденные в надвигающейся гибели, которая потребует жертв даже от них самих, они возносили молитвы на восток к своим праутцам. В то же время они стремились использовать различные изобретения, чтобы извлечь из них пользу, собирались даже поменять вековые письменные символы, перейдя на алфавит, подобно сирийцам и грекам. Это стремление к усовершенствованию жизни побудило их удобрять обычные почвы, применять новые методы труда, искать залежи металлов и заодно исследовать неизвестный Запад с его дикими обитателями. Туда же устремил взор и Гамилькар-Барка. Прежде всего, после того, как остров Сицилия был занят победоносными римскими армиями, он нашел способ вести войну, не опустошая оскудевшую казну Карфагена и содержа на горе Эрик несколько тысяч человек за собственный счет. Его неприступную гору было невозможно взять штурмом. Даже когда перестало хватать продовольствие, Гамилькар не сдал своих позиций. Рыбаки доставляли уловы крупного тунца к подножию горы. Иногда в охраняемую бухту проскальзывала какая-нибудь быстрая трирема, которую вытаскивали на берег вместе с запасами, доставленными из Карфагена, чтобы выгрузить их до рассвета. Все это было необходимо, чтобы преодолевать блокаду римских военных кораблей и весельного флота могущественных сиракуз, которые патрулировали открытое море и соседнюю гавань порта Панорам. В этом была причина безысходности Карфагена. В течение 23-летней периодической борьбы эти северные флоты одерживали победу над африканским побережьем, и господство Карфагена на море пришло к концу. Карфагенские традиционалисты воспринимали это как волю богов, которую люди были не в силах изменить. Усилиями Гамилькара на горе Эрик были временным вызовом судьбе, который не мог принести победу. Со стороны Карфагенского совета старейшин было мудрым шагом назначить человека, который и слышать не хотел о том, чтобы сдаваться, своим представителям на мирных переговорах с таким же измотанным врагом. В совете, в который входили старейшины самых богатых семей, имелось много сторонников-традиционалистов, а также недругов семьи баркидов, и большинство высказалось за мир. Если Гамилькару-Барке удастся договориться на приемлемых условиях с далекой силой, именующей себя Римской республикой, тогда будет хорошо. Если не удастся, тогда пострадает престиж семьи баркидов. Обыкновенно старейшины совета не доверяли удачливым полководцам, но изобретательный Гамилькар был во многом исключением. Мальчик Ганнибал понял, что блокада закончилась только тогда, когда мириады парусников показались из-за западной части горизонта, а сторожевые корабли римлян пропустили их. Флотилия транспортных судов пришла из Карфагена, чтобы снять гарнизон с горы Эрик, и бросила якоря в заливе формой, напоминавшим полумесяц. Появился сам Гамилькар. Он шел во главе обоза с зерном, и его сопровождали люди, машущие ветками, несущие кувшины со старым вином и оливковым маслом. Таким путем Гамилькар подчеркнул, что с окончанием войны пришел и конец голоду. Тут произошел инцидент, незначительный сам по себе, но оставивший след в памяти Ганнибала. По обе стороны входа в его дом у колонн собрались толпы людей. Часть из них составляли наемники с тщательно начищенным оружием. Это были итальянцы, дезертировавшие из римской армии. Напротив них стояли в ожидании беглые рабы, все еще с железными обручами на шеях, а за их спинами оборванные женщины. Один из наемников выступил вперед, и Гамилькар дал ему разрешение говорить. Человек объяснил на отрывистой латыни, что он и его спутники теперь, после того, как долгое время служили Гамилькару, должны быть выданы римлянам. Тогда они будут убиты, их рассмнут на крестах. Рабы, которые не имели права говорить, просто пали ниц. Над их головами разнесся трубный голос великана-ливийца с такой силой, откинувшего голову назад, что звенели его серьги. Признанный лидер африканцев, он был всеобщим любимцем и часто пользовался этим. Гамилькар кивнул и простер к ливийцу руку. В диадеме, которая венчала его головную повязку, сиял, сверкая на солнце во время его речи, редкий изумруд. Он выслушал их, сказал Гамилькар, и даст им всем ответ на третье утро. Как и обещал, Гамилькар появился у ворот на третье утро после жертвоприношения. Он свел свои сильные руки вместе, потом развел их в стороны и сказал слушателям следующее. «Был заключен справедливый и длительный мир. Никто из дезертиров и никто из беглых рабов не будет выдан. Всех их отвезут в Карфаген, который ими владеет». Поскольку его собственные командные функции закончились с наступления мира, Гамилькар, не дожидаясь восторженных криков пораженных слушателей, вернулся в свой дом. И так, после трех лет блокады, гарнизон горы Эрик спустился к стоявшим в ожидании судам. Люди не проявляли радости, покидая свои жилища. Они были истощены голодом и несли с собой мало трофеев на кораблях, а они коротали время, подсчитывая, сколько им задолжали карфагенские магнаты. Недовольство наемников вылилось в бунт, который вызвал мятеж рабов и перерос в беспощадную гражданскую войну, изменившую планы их господина Гамилькара и хозяев Карфагена. Все это могло оставить лишь легкий след в памяти юного Ганнибала, который едва ли понимал, что происходит. К тому же он попал с корабля в свой роскошный дом. Это был дворец в большом городе, где он стал жить со своими сестрами и младшими братьями, где его ждали домашние учителя и слуги, готовы были откликнуться на его зов. Но он не забывал тот лагерь, в котором умудрялись существовать вооруженные люди. Владыка Морей. Возраст нового города насчитывал к тому времени пять веков. Изначально бывший промежуточным портом финикийцев на пути в Испанию, он продолжал хранить следы своего происхождения. В конце узкого полуострова, вдававшегося в залив Тунис, напротив острых вершин Священной горы, за четырехсотфутовым каменным молом образовалась гавань. Здесь, у широких причалов, укрывались от опасных северо-западных ветров суда. Холмы на перешейке полуострова защищали гавань Карфагена от подхода к ней со стороны материка. Вторая, внутренняя гавань, была сооружена для военных кораблей. Круглая, как колодец. Она была окружена высоким портиком, за которым могли укрыться около двухсот галер. Каждый причал был оборудован мраморными стойками для швартовки судов. На острове, имеющем форму ступицы колеса, размещалось административное здание Адмиралтейства. Отсюда с высокой башни, напоминающей маяк Форос в миниатюре, открывалась панорама моря. Башня выполняла также роль сигнальной. За круглым портиком в запертых складских помещениях хранились лес, снасти, оружие и военное снаряжение. Хотя Карфаген не обладал больше таким военно-морским флотом, как в то столетие, когда он был владыкой Западного моря, все необходимое для такого флота хранилось на складах. Защитная стена препятствовала тому, чтобы посторонние люди могли выведать секреты внутренней запасной гавани. Широкий путь вел к древней цитадели холму Бирса. Бирса – холм, на котором был основан Карфаген. Этот холм высотой около двухсот футов, площадью чуть ли не равной половине площади Афинского Акрополя, был теперь почти целиком отдан великим храмам Танит, Матери-Земли, Эшмуна-Целителя, Эскулапа у греков, и Мелькарта. Поскольку пространство в центре Карфагена было ограниченным, мастерские поднимались на семь этажей над Бирсой, размещались семью ярусами на уступах, так, чтобы был открыт доступ солнцу. Здесь же находились емкости для сбора дождевой воды. Ремесленники и торговцы снабжали рынки Средиземноморья. У них были свои торговые объединения, которые встречались за общим столом и заботились о том, чтобы принимать участие в городских делах. Огромный бульвар, извиваясь, тянулся почти на семь миль мимо Бирсы вдоль полуострова, пересекая превращенные в сады кладбища с надгробными памятниками, представляющими собой уникальные творения рук финикийских мастеров. Ближе к морю другие, окруженные стенами сады, дали приют знатным семьям, которые нажили свои богатства благодаря торговле. Некоторые из них, как, например, аристократические семьи магонов и ловких ганнонов, господствовали в городе в течение нескольких поколений. Клан ганнонов открыто враждовал с неожиданно выдвинувшимся удачливым гамилькаром. На своем пути бульвар проходил мимо множества тех, кто не принадлежал горожанам нового города. Но медийцы в накидках восседали на быстрых лошадях, внимая свистящим звуком своих дудок. Суданцы шли по пыльным дорогам, неся поклажу на расправленных плечах. Масилийские воины широко шагали впереди своих семейств, направляясь к невообразимо богатому городу. Повозки ливийских крестьян, коренных жителей плодородного побережья, вливались в поток движения. Смуглые греческие надсмотрщики щелкали бичами, прокладывая путь своим старомодным, но импозантным колесницам. Заморские конные упряжки останавливались перед слонами невозмутимо шагающими с грузами тяжелой древесины. Караваны шли с юга, с невольничьих земель и с глубин африканского континента. Фактически магистрали Карфагенин превратились в артерии всего континента. По ним продукция Африки поступала в город, чтобы превратиться в грузы кораблей, отправляющихся в другие порты Средиземноморья. Карфаген стал нервным центром, огромным городом на краю моря. В его лавках финикийская речь смешивалась с местными диалектами, а язык греческих торговцев с восточно-арамейским языком. На самом деле Карфаген был восточным городом. Красные холмы африканского побережья напоминали Красные земли за Ханааном. Карфаген обладал еще одной отличительной особенностью. Этот город всегда был свободным. Тир, покорившийся халдейскому, а позднее персидскому владычеству, был разрушен Александром и его македонским войском. Жертвы этого разрушения 332 года до н.э. старики и женщины с младенцами нашли убежище в новом городе. Самые надменные из северных городов Афины и Капуя увидели врагов, осаждающих их стены. Удивительно, но Карфаген не имел защитной стены. Его защищало море. В отличие от Тира, новый город добывал средства к существованию из глубинных районов материка. С горного кряжа полуострова открывался вид вниз на зеленую долину с орошаемыми плантациями. Они простирались до плодородной долины реки Баграда, за которой виднелась темная линия реликтовых лесов, где взамен вырубленных дубов и сосен. Искусные руки немедленно высаживали новые деревья. Сначала Ганнибал, видимо, сопровождал своего неугомонного отца за пределы цивилизации, туда, где ливийцы разводили скот, выполняя волю своего вождя, живущего в глиняной хижине. Возможно, они посещали Кирту, Константину, город народа пустыни, стоящий на берегу западной реки. Но Великое восстание 241-238 годов до н.э., которое как большой пожар распространилось по внутренним районам, должно было заточить мальчика в особняке в Карфагене, в той комнате, которую он делил с греком, математиком и чтецом, читавшим героические поэмы его малолетним братьям. Восстание скоро превратилось в гражданскую борьбу, в которой подчиненные внутренние районы пытались избавиться от контроля города, расположенного на полуострове. Однако эта междоусобная борьба приобрела более сложную форму. Хищнические племена объединились с деревнями, страдающими от непомерных налогов военного времени, которые с них взимали их господа. Другие оставались лояльными к Карфагену. Ветераны гарнизона горы Эрик, которым задолжали жалование, возглавили восстание. Город не располагал опытной армией, которая могла бы противостоять им. С другой стороны, у восставших не было способных лидеров, а они прибегли к терроризму. Чувствуя грозящую опасность, Карфаген отобрал полномочия у семьи Ганнонов и призвал Гамилькара Барку взять на себя единоличное командование. Гамилькар мобилизовал новые войска. Множество нумидийских всадников стали под его знамена. Караван слонов в кожаной броне потянулся из ворот города к дымам горящих деревень. Гамилькар, имея такое разношерстное войско, перехитрил полчища восставших и загнал их остатки в слепое узкое ущелье, из которого выбраться не удалось никому. Когда снова были открыты дороги к африканскому побережью, залечивающему свои раны, они были уставлены крестами, на которых умирали распятые лидеры восставших. Среди распятых тел, вокруг которых кружились тучи воронья, было и тело великана-ливийца с серьгами. Восьмилетний Ганнибал должен был видеть какие-то последствия этой непримиримой войны, как назвали ее римские историографы. Возможно, уже в этом раннем возрасте он почувствовал отвращение к войне и нежелание посылать людей на битву, что проявилось в последние годы его жизни. Гамилькар приказал всем другим отступить. На обессилевший Карфаген обрушилась новая угроза. Это привело к тому, что в 238-237 годах до н.э. городу пришлось принимать срочные решения. Новое требование пришло из Рима, который еще недавно заверял в своей приверженности миру. Требование заключалось в том, чтобы карфагенине ушли с островов Сардиния и Корсика и снова заплатили контрибуцию в 1200 талантов серебром в соответствии с условиями, принятыми в 241 году до н.э. Эти условия, принятые Гамилькаром как представителем Карфагена, были посильными. Карфаген отдавал всю Сицилию, оплачивая ущерб, нанесенный во время конфликта с Римом. Оба государства разграничивали сферы торговли на море и давали торжественное обещание не нападать на союзников друг друга. Тогда Гамилькар тоже отказывался выполнить приказ Рима выдать всех дезертиров и беглых рабов. Теперь, когда едва закончилось восстание в Африке, возник конфликт между карфагенскими гарнизонами в портах островов Теренского моря Сардинии и Корсики, которые на самом деле находились ближе к итальянскому побережью. Неожиданно вмешался Римский Сенат, чтобы, воспользовавшись усталостью Карфагена, потребовать вывода этих гарнизонов, что означало сдачу портов под угрозой начала новой войны. По мнению Совета Бирсы, уступка Сардинии и Корсики означала больше, чем потерю некоторой части импорта древесины или руды. Это означало потерю портов, которые давали выход в западное Средиземноморье. Сдача позиции на Ситилийском пути от нижней оконечности Италии до полуострова, на котором располагался Карфаген, лишала его восточного Средиземноморья. После почти трехвекового господства торговцы африканского города могли потерять все сферы влияния, если не произойдет чего-то непредвиденного. Проблема выплаты двойной контрибуции была просто ничтожной в сравнении со сдачей стратегически важных островов. Та часть Карфагенского совета, которая тяготела к религиозному фатализму, усмотрела в этом зловещее предзнаменование, как в случае с Вавилоном. Самые непримиримые заявили, что Гомелькару не следовало уходить с горы Эрик. Большинство понимало невозможность нового сражения с римскими войсками, восстановившими свои силы за время трехлетнего перемирия. Исторические записи свидетельствуют о том, что Карфаген отвел свои гарнизоны, оставил острова и собрал серебро для уплаты новой контрибуции. Но гнев лидеров, которые подчинились ультиматуму, и их постоянный поиск новых путей овладения Средиземноморьем нашел отражение в действиях, которые были предприняты в этот год. Таким образом, в это время был сделан первый шаг к еще большему конфликту в борьбе за господство над Средиземноморьем, конфликту известному потомкам как война Ганнибала. Ганнибал в девятилетнем возрасте стал свидетелем первых приготовлений. В сухопутную часть города привезли столбы для возведения тройных стен. Самая внутренняя стена должна была быть гигантской по размерам, шириной в двадцать шагов и высотой в семикратный человеческий рост. На этом несокрушимом бастионе планировалось воздвигнуть башни, расстояние между которыми равнялась бы дальность и полета стрелы. С внутренней стороны предполагалось соорудить загоны для стада слонов, стойла для тысяч лошадей и амбары для хранения корма для животных. Наверху широкой стены, на всем ее протяжении, должны размещаться новейшие метательные машины. По окончании строительства город станет неприступным для атаки суши. Во всяком случае, карфагене не на это надеялись. До окончания работ Гамилькар приготовился перебраться на новые земли, на западе, недоступные для римлян. Вместе с Гамилькаром туда должны были последовать муж его старшей дочери, несколько военачальников и африканские тяжело вооруженные всадники-ветераны. Ганнибал узнал, что больше не существует армии наемников, которую он помнил по горе Эрик. Их путь лежал в сторону заходящего солнца мимо геркулесовых столбов к океанскому побережью. Путешествие должно было пройти незаметно на отдельных судах, уходящих в неизвестном направлении. Много времени спустя, далеко на востоке при дворе Антиоха, великий Ганнибал узнает, что его отец счел необходимым, чтобы все аристократы и военачальники, решившие сопровождать его, принесли присягу. Для этого все они поднялись в храм Мелькарта на Бирсе, где вокруг них кружились голуби и вошли из залитого светом внутреннего двора, заполненного толпой, в темноту святилища. У алтаря Гамелькар вознес молитву Богу и принес в жертву ягненка, держа в руке кубок. — Мой отец совершил воздаяние Богу, — вспоминал Ганнибал. — Я стоял возле алтаря. Закончив обряд, он попросил всех остальных, приносящих жертву, немного отойти. Потом подозвал меня к себе и очень ласково спросил, хочу ли я сопровождать его в этом путешествии. Как всякий мальчишка, я согласился и стал даже упрашивать его сделать это. Тогда он взял меня за руку, подвел к алтарю и попросил положить свободную руку на жертвенного ягненка. Он велел мне поклясться, что я никогда не стану другом римлян. И я исполнил это. Об этой клятве баркидов, отца и сына, перед их отплытием в Испанию, стало известно всем. Постоянно упоминаемая летописцами, она приобрела такое значение, какого не имела в свое время. Мы часто читаем о том, что Гомелькар заставил всех своих сыновей поклясться, что их вражда к Риму никогда не угаснет, и что жизнь его сыновей, особенно Ганнибала, впредь будет посвящена выполнению этой мальчишеской клятвы. Другие карфагенские военачальники дали такой же обет. Сам Ганнибал вспоминает это как один из эпизодов во время их путешествия на новое выбранное место. Более того, его толкование клятвы имеет конкретное и в какой-то степени другое значение. Слова «никогда не становиться другом римлян» не означали, что антагонизм должен был продолжаться всю жизнь, но и не являлись пустой фразой. Выражение «друг римского сената и народа» имело в то время отчетливое политическое значение, так же, как понятие «союзник». Если вы становились другом Рима, вы подчинялись римским нормам поведения. Как союзник вы это тоже делали, но вам оставлялись некоторые привилегии. Полибий изложил это так. Когда люди идут на уступки после того, как сломленных дух, им можно доверять как друзьям и подданным. То, чего требовал Гамилькар и в чем поклялся Ганнибал, означало никогда не подчиняться римским нормам поведения. Гнев этих людей был причиной, а не следствием их клятвы. Полибий это тоже изложил по-своему. Нам следует видеть первопричину войны между Римом и Карфагеном, войну Ганнибала, в негодовании Гамилькара по прозвищу Барка, отца Ганнибала. Когда римляне объявили, что хотят начать новую войну против Карфагена, этот город был готов уладить все разногласия. Но когда римляне отказались договариваться, Карфагененам пришлось подчиниться обстоятельствам. Хотя они были глубоко оскорблены этим, они были бессильны и освободили Сардинию. Кроме того, они согласились выплатить двенадцать сотен талантов дополнительно к сумме, которую с них взыскали до этого. Это мы должны расценивать как вторую и главную причину конфликта, потому что Гамилькар почувствовал, что его гнев разделяет все его соотечественники. И греческий историограф добавляет, третьей причиной можно считать успех, задуманного карфагененами в Испании проекта. С наступлением весенней погоды, благоприятной для судоходства, лоцманы отдали приказ. Огромный корабль Гамилькара был выведен из морского бассейна через канал в торговую гавань. Ритуальные светильники были зажжены перед божеством в каюте, и матросы вскарабкались на рее, чтобы поднять паруса. Столпившиеся на краю молот члены совета и судьи, облаченные в мантии, воздели к небу руки, моля о безопасном плавании. Потом Пентеконтор, галера за длинными веслами, которые сидели по пять грибцов, повернул в сторону от Священной горы. Сверкание мрамора на вершине бирсы исчезало в синеве неба над красной линией берега. Маленький Ганнибал, который наблюдал за всем, стоя под навесом на корме, не мог предположить, что тридцать шесть лет пройдет, прежде чем ему доведется снова увидеть карфаген. Шесть дней и шесть ночей Пентеконтор плыл на запад против господствующего ветра. Корабль держался вне зоны видимости со стоянок карфагенских судов на африканском побережье и с Пятиустских и Балиарских островов с европейской стороны. Войдя в океанские воды, он миновал Геркулесовы столбы, нынешний Гибралтарский пролив. Потом, когда дельфины начали резвиться вокруг длинных весел, корабль повернул к северу, к островку у европейского побережья. Город на скалистом острове назывался Гадес или крепость Гадер, ныне Кадес. Он был еще более древним, чем карфаген, и вместе с тем во многом на него похожим. Узкий извилистый полуостров простирался к храмам и торговым лавкам Гадеса, как единственный мол, защищая прекрасный глубоководный залив. Суда, которые стояли здесь на якоре, были тяжелыми парусниками. Облаченные в мантии судьи, встретив Гамилькара при высадке, по всей форме приветствовали его, ожидая узнать причину его прибытия. Здешние женщины не наблюдали за происходящим, стоя на ступени храмов, как это было в Карфагене. Прибой, обрушивающийся внизу на скалы, ревел, как шторм, хотя небо оставалось безоблачным. Гамилькар со своей стороны поздоровался с жителями Гадеса с политичной любезностью. Хотя он имел скрепленную печатью дощечку с надписью, удостоверяющей его положение протектора Карфагена, он предъявил еще и ценную бумагу, которая убедила жителей Гадеса, что он берет на себя стоимость выполнения своей миссии. Его задачей было освоить испанскую землю. В кратчайшее время эта западная оконечность Европы станет новой карфагенской базой, которая будет служить расширению торговли на западном побережье океана. В таком объяснении Гамилькара заключалось много правдивого, но это была не вся правда. Огромный полуостров Испании был недосягаем для влияния Рима. Вход на полуостров со стороны материка преграждала стена Пиренейских гор. Новые богатства можно было добыть из недр полуострова, свежие армии набрать из его варварских племен. Земля Испании могла стать опорой для изнуренного Карфагена, своего рода горой Эрик огромного масштаба. Титул Гамилькара «Протектор» можно было истолковывать двояко. У него оставалось, однако, мало времени на то, чтобы выполнить эту задачу. Сокровище Испании Атлантический океан не был загадкой для карфагенских мореплавателей, хотя они всячески старались скрыть этот факт. В почти давно забытые времена финикийские путешественники под командованием египетского фараона огибали африканский континент. Половину тысячелетия Гадес или Гадер служил опорой атлантической торговли, которая приносила сушеную рыбу, амбру и олово, необходимые для производства бронзы. Соперники финикийцев так никогда и не узнали, откуда бралось это ценное олово. Когда карфаген обрел могущество в VI веке до н.э., секреты атлантической торговли стали охранять с помощью силы. Гадес превратился в сторожевой пост на проливе, ведущем в открытый океан. Очевидно, такая блокада западного выхода в океан была очень надежной, потому что, когда один морской капитан соперников Пифи Марсельский-Масилийский прорвал блокаду, а, возвратившись домой, попытался рассказать правду о том, что он видел, греческие ученые посчитали его рассказ вымыслом. И эта оконечность Европы получила название Испания, скрытая земля. Под завесой тайны карфагенине, тем не менее, исследовали Атлантику, добравшись до Канарских островов, а, возможно, даже и до далеких Азорских. Один из карфагенин, Гемелькон, проложил путь на север, следуя вдоль берегов, на которых шла торговля оловом, мимо Корнуола и Британии, вдоль белых скал огромного острова, называемого Альбионом, и более маленького священного острова Ирландия. В своем разведывательном путешествии корабли Гемелькона неожиданно наткнулись на безветренный участок моря, служивший ловушкой как для рыбы, так и для кораблей. Хотя он напоминал Царгасово море вблизи американского континента, это была скорее часть Бискайского залива, где в плавающих водорослях запутывались косяки тунца о рыбах, которые карфагенине всегда проявляли интерес. Сообщение Гемелькона о неподвижном море было добавлено к тем страшным рассказам, с помощью которых карфагенине охраняли свои секреты. Примерно в то же самое время, в 500 году до н.э. еще один карфагенинин, Ганон, руководил флотом, который обогнул Африку. Это была не просто разведка. Флот, состоящий из 50 пентаконторов, перевозил 30 тысяч человек, включая членов команды судов и поселенцев. Ганон выполнял определенный план, поскольку, двигаясь на юг, он высаживал поселенцев у плодородных устьев рек и обзаводился переводчиками, готовясь к встрече с коренными жителями на следующем этапе пути. Его карфагенине слышали вдалеке удары местных тамтамов и узнали, как называется человекоподобное существо горилла. Прежде чем повернуть назад, Ганон, который, как и Гемелькар, был суфетом карфагена, возвел город на острове вблизи устья реки. Суфеты – судьи. В карфагене высшие должностные лица. Он дал ему имя Керне, но где был этот город, никто сегодня сказать не может. Если Керне находился, как многие думают, к югу от карфагена, сюда Ганона могли попасть на реку Нигер. Существует вероятность, что прибрежные поселения, основанные Ганоном, были связаны с караванными путями в глубине континента, по которым в его родной город доставляли слонов, золото, одежду и рабов. Если это было так, то во времена Гамелькара Карфаген имел свои торговые порты на западном побережье Африки, где европейские мореплаватели больше не появлялись в течение девятнадцати столетий. Более того, финикийцы-карфагенени были первыми в истории людьми, которые основали колонии за морями. Тем самым они сделали первый шаг к новой эре, положив модус виверди, то есть принципу сосуществования между культурным городом и далекими дикими народами. До этого времени империя действовала методом завоеваний, касалось ли это безжалостного подчинения сирийцев или более мягкого господства над египтянами, власть самого Карфагена распространялась только на часть побережья между Киртой, кочевников и пустынными заливами Сирта. Карфагенени владели не более чем центрами на суше с широко раскинувшимися вокруг них поселениями. Эти центры не пытались управлять глубинными районами, они помогали добывать ископаемые и вести сельскохозяйственные работы на окружающих землях. Иезекииль описывает один из таких древних торговых портов такими словами «Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства, платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. Эти торговцы держались в стороне, жили своей собственной жизнью возле Гадоса на Атлантическом побережье». Таким образом, Гамилькар был призван впервые изменить древнюю систему экстерриториальных отношений и подчинить весь полуостров Испании вместе с его многочисленными обитателями правительству Карфагена. Почти девять лет Гамилькар Барко безжалостно относился к самому себе и тем, кто последовал за ним. Он не мог позволить себе роскошь терять время, считаясь с интересами отдельных людей. Капель водяных часов в шатре Суфета была подобна сигналу набатного колокола, извещавшего, что время истекло. Благодаря своей энергии он многого добился, но не меньше и потерял из-за своего нетерпения. Хитроумный Газдрубал, муж его старшей дочери, понимал и достоинства, и недостатки Барки, который всегда был лидером вооруженных людей, Газдрубал Великолепный, как его называли, владел горными предприятиями и обогатился. Юный Ганнибал, который был на стороне Барки, понимал разницу между ними двумя. В этом возрасте он был безгранично верен своему отцу. Широкое поле деятельности ждало их в Испании. Плывя от Гадоса вверх по течению Бетиса, гвадал Квивира, они попали в прекрасную южную землю богатых и мирных городов. Жители встретили их кувшинами с вином и серебряными чашами с фруктами, а танцовщики прыгали до тех пор, пока их черные головные уборы не слетели под звуки флейт и громкие песни. Это были южные беры, напоминающие Карфагенен по своим обычаям. Их предки берберского происхождения переселились сюда из Африки, преодолев узкий пролив. Их порты Малака и Абдера находились в руках Карфагенен. У городских ворот несли вахту каменные сфинксы и сильные бородатые мужчины удивительного вида стражники, которые в незапамятные времена попали сюда с берегов Нила или Тигра. Путешествуя по приветливой долине Бетис, маленький Ганнибал мог прочитать в поэмах Гомера о том, что здесь, на далеком западе, были Елисейские поля, пристанище героев смерти. Боги припроводят тебя на Елисейские поля, на край земли, туда, где обитает златовласый Радамант, где жизнь прекрасна, там нет ни снега, ни бурь. Нечто подобное могло существовать и в реальности. Гомелькару, хотя он предвидел это, предстояло сделать многое на Иберийской равнине. Надо было заложить рудники, там, где были обнаружены залежи соли, прорыть каналы между истоками рек, заготовить древесину в дубовых лесах, разбить тренировочные военные лагеря для молодых людей. Гомелькар привез с собой инженеров и военачальников, чтобы помочь иберийцам построить лучшее государство. У истоков Бетиса возвышались серебряные горы Сьерра-Морена, заключавшие в себе сокровища Испании, такие несметные, что завистливые масилийские капитаны клялись, будто карфагенские суда отплывали от берега на веслах из чистого серебра. Специалисты Газдрубала открыли месторождение природного золота с большим содержанием серебра. Под их руководством появились новые плавильные печи, и потоки с гор, направленные в каналы, потекли через сверкающую золотом землю, вымывая из золота осадочную породу. Цитаделью в горах был Кастулон, венчающий хребет, сложенный массивными каменными блоками. Гамелькар вошел в эту цитадель как гость владык Кастулона и остался там, чтобы ими править. К северу от этого горного барьера простиралось более засушливое центральное плато, где обитали потомки кельтских завоевателей. Иберийская культура коснулась их в том отношении, что они обитали в круглых домах с тростниковыми крышами в окружении стад мелкого рогатого скота. Однако кельтская кровь побуждала их скорее к набегам, нежели к занятию торговлей. Гамелькар обрушился на них, как соответствующие его имени молнии, уводя заложников от деревенских вождей, штурмуя древние каменные цитадели на одиноких высотах, занятых кельтебирскими царями. Его воинственность не знала предела. Эти варвары-испанцы при верховой езде пользовались поводьями. Им недоставало умение его намедийцев, но они были способными кавалеристами. Высокую траву из порцет в их долинах можно было собирать и плести из нее веревки. Их лошадей можно было использовать, поскольку они были, если и не быстрыми, то, во всяком случае, выносливыми. Чужеземный царь собрал грозную армию всадников, чтобы отбросить карфагенских владык назад к морю. Гамелькар выдвинулся им навстречу с развивающимися вымпелами и забывающими трубами своих намедийцев. Он выслал вперед два десятка слонов в кожаных боевых доспехах. Эти животные всегда оказывали сильное психологическое действие на незнакомых с ними людей, и лошади тоже их пугались. Орда Кельтиберов сразу растаяла. Их царя настигли, и он предстал перед Гамелькаром, который приказал ослепить его и распять на кресте. Но другие пленные были взяты на службу в растущую армию Испании. Прошло девять лет. Покорено было не более третьей страны. Потом Гамелькар-барка был убит. Предание рассказывает, как он верхом на лошади с Ганнибалом и другим своим сыном попал в засаду, устроенную членами племени, которая вызвала его для заключения договора. Это произошло недалеко от Кастулона, Белого замка. Гамелькар ускакал с мальчиками, но за ним погнались, когда он спускался с холма. На одном из поворотов барка велел Ганнибалу и младшему сыну свернуть в сторону. Испанцы преследовали Гамелькара, которому удалось добраться до реки, но там они настигли его и убили. Ганнибал стремительно поскакал к побережью. Там в армейском штабе собралась семья баркидов. После того, как возле усыпальницы рассеялся черный дым траурных костров, карфагенские военачальники предложили Газдрубалу великолепному командовать ими, заменив Гамелькара. Испанская армия вместе со слонами двинулась маршем, чтобы отомстить за всеми любимого Гамелькара, стереть с лица земли деревни и поработить их обитателей, убивших его. Новый карфаген. Прошло еще восемь лет. В Южной Испании в условиях полной секретности произошли перемены в тех водах, в которые заход римских кораблей был запрещен по договору. Газдрубал, прирожденный дипломат, сменил тактику Гамелькара, заключавшуюся в агрессивном покорении, на моральное подавление. Он крепил дружбу с иберийскими вождями, осыпал их великолепными подарками и взял себе невесту из иберийской семьи. Говоря современным языком, Газдрубал постарался закрепить успехи, достигнутые Гамелькаром, и избежать ошибок, допущенных старым воинам. Легкие парусники исследовали реки, долины покрылись зелеными ростками пшеницы, в три раза возросло количество драгоценных металлов, которые везли с гор к пристани в корзинах на осликах и в телегах с впряженными в них валами. Иберия посылала серебряные дары в казну Карфагена, и Газдрубал приготовился чеканить собственные монеты. Более того, этот основатель испанского государства покинул древний Гадос на западном побережье ради нового порта на восточном, средиземноморском берегу, на расстоянии не более четырех суток плавания от его родного города. В прекрасной, естественной бухте, защищенной мысом, изыскатели Газдрубала подготовили участок размером в окружности свыше двух миль, и Беры, у которых на этом месте стоял древний храм, называли его Массия. Карфагенени в предельно короткие сроки расширили канал под храмовым холмом, превратив его в лагуну, и построили вдоль защищенной лагуны верфи. На высоте будущего города они возвели храм в честь финикийского божества Эшмуна, а над внутренней гаванью небольшой дворец для Газдрубала. Кроме того, они заложили фундамент защитной стены. Как только заработали причалы, монетный двор начал чеканить новые деньги. Однако портовый город таких размеров не мог долго оставаться незамеченным с проплывающих мимо судов. Он имел поразительное сходство с Карфагеном в Африке. И наблюдательные торговцы из Массилии, нынешнего Марселя, доложили о нем Риму как о новом Карфагене. Новокартаго, Картохена. Было очевидно, что здесь строят новый флот. Эти самые масилийские торговцы, потомки факейских греков, искусных гребцов, имели торговый порт далеко к северу, выше устья большой реки Эбро на восточном побережье скрытой земли. Живое воображение подсказало им, что хитрые карфагенине прибирают к рукам прибрежную торговлю. Поскольку город Марсель был союзником Римской республики, он обратился к своему покровителю. По прошествии некоторого времени римляне никогда не предпринимали таких действий без предварительного обсуждения в Сенате, посланники Стибра предстали перед Газдрубалом. Они потребовали от него заверений в том, что карфагенине не станут пересекать линию реки Эбро с оружием в руках. Благоразумный Газдрубал дал такое обещание от имени Карфагена. Тем самым Газдрубал отрезал свой будущий город от Пиренеев, естественной защиты Испании. Он фактически признал власть Рима здесь, на берегах Эбро, на расстоянии 650 миль от Тибра. Он выиграл, разумеется, бесценное время для собственных приготовлений. Он проявил блестящее искусство, сообщали шпионы Марселю, а потом и Риму, склонив местные племена присоединиться к его империи. Однако время было на исходе. Через пять лет договоренности о реке Эбро Газдрубала убили. Как свидетельствует традиция, кто-то из вечно недовольных сторонников кельтов ухитрялся захватить власть в Южной Испании. Такой акт был бы типичным для какого-нибудь потомственного кельтского воителя. Существует вероятность, хоть и не доказанная, что убийство Газдрубала было инспирировано могущественными врагами Карфагена. Вслед за тем военачальники испанской армии собрались в новом Карфагене и избрали своим главой Ганнибала. В нем воплотился для них образ их горячо любимого Гамилькара. Этот выбор вызвал споры в Совете Карфагена. Испанский проект был успешным и уже пополнил казну родного города. Партия Ганона, враждующая со сторонниками Барки, заявила, что Газдрубал Великий, по сути дела, сделал себя царем по ту сторону моря. Он никогда не был суфетом Карфагена. Что касается юного Ганнибала, как считали старейшины Совета, его никто не знал. Прежде чем верить ему командованию в другой стране, твердили приверженцы Ганона, его следует отозвать в Карфаген, приглядеться к нему и, по меньшей мере, предостеречь. Старейшины Совета терпеливо их выслушали. Тройная защитная стена, неприступная защита самого города, была уже возведена. И присоединились к тому выбору, который сделала далекая армия. Они передали вопрос на рассмотрение собранию граждан, которые всегда благоволили Баркидам. Собрание единодушно проголосовало за никому неизвестного Ганнибала. Это решило исход дела, тем более, что в торговый порт из нового Карфагена в только что построенных кораблях прибыли памятные дары, серебряные слитки, кожи и зерно. Но вопрос оставался вопросом. Чего можно ожидать от юного сына Гамилькара Барки? В том самом 221 году до нашей эры Ганнибалу исполнилось 26 лет, возраст достаточный для формирования характера. Те, кто замечал в нем сходство с Гамилькаром, вспоминали, как он бросился в бурную реку, наперерез катящимся по ней валунам, увлекая за собой других. Говорили, что он пренебрегал удобными палатками и нередко спал, закутавшись в львиную шкуру прямо под открытым небом, на земле под охраной часовых. Он быстро реагировал на возникающие трудности и всегда был на чеку. Жару и прочие тяготы переносил, не показывая усталости. Подобное можно было сказать о многих сильных мужчинах, но Ганнибал отличался некоторыми особенностями. Он ел умеренно, употреблял мало вина, носил грубошерстные темные плащи и головные повязки, а также испанские просторные кожаные сапоги для верховой езды. Выделялся он только красотой инкрустированного оружия и конской сбруи. Это не было свойственно Карфагененам, в том числе и Газдрубалу Великолепному, зато очень свойственно и Берам, отличным наездником и искусным охотником. Ганнибал был к тому же человеком веселым, с иронией относился к себе и окружающим, и это тоже было характерно для народов, населявших юг Испании, экспансивных живых людей, любителей празднеств, не испытывавших особого благоговения перед древними богами. Даже их быстрая речь имела сходство с финикийской речью Ганнибала. Его юношеские годы прошли в долинах Андалусии. Он знал дерзких женщин со сверкающими наколками на черных кудрях. Одну из них, принцессу Кастулона из племени Алькадов, он взял в жены. Нам известно только ее имя, Эмильке. По словам поэта, их любовь была необыкновенной. Этот брак, так же как и брак Гаструбала, мог быть заключен и по чисто политическим соображениям, поскольку Алькады были хозяевами на границе между Серебряными горами Иберов и внутренним плато варваров-карпетанов, которые не признавали ничего господства. Существует предположение, что Испания больше повлияла на характер Ганнибала, чем о том говорят скудные исторические свидетельства. Несомненно, что скрытая земля оказала на него сильное влияние. Впоследствии он оказывал предпочтение иберийским военным силам. Возможно, при известии о смерти Гаструбала Ганнибал подумал об этой дорогой ему земле, а не только о Карфагене и враждебном Средиземноморье. Он скоро сделал свой первый шаг, распространив свою власть к северу. Полуостров, на котором находилась Испания, был разделен, как и Галлия, позже покоренная Юлием Цезарем, на три части. Это значит, что и населяли ее три группы народов. Кто-то заметил, что прославленный Цезарь плохо знал Галлов, и даже удивительно, как он сумел управлять ими. Все было не так в случае с Ганнибалом, сыном Гамилькара, который вырос среди испанцев, женился на испанке и приложил все усилия, это скоро станет очевидным читателю, чтобы узнать как можно больше о других народах, населявших полуостров. А их было множество. Первую, самую малую группу населения Испании составляли тортесы и иберы, жившие на южном и восточном побережьях. Вторую группу представляли бывшие завоеватели кельты, которые осели здесь, усвоив многие обычаи иберов. Эти рослые, эмоциональные и беспечные варвары имели обыкновение сжигать тела своих усопших. Иберы хоронили мертвых, снабжая их дарами для потусторонней жизни в искусно сделанных гробницах. Так поступали и с выдающимися карфагенинами. Кельтиберы теперь следовали обеим традициям. Они продолжали сжигать усопших, но хоронили пепел в искусно сделанных урнах, помещая туда оружие, которым человек владел при жизни. Кельтиберы занимали в основном равнины Месеты в верховьях реки Тахо, где ныне находится город Толедо. Последняя треть Испании, на севере, была захвачена кельтами. Часть из них перевалила через Пиренеи уже в V веке до н.э. И они все еще мигрировали, смешавшись с воинственными германскими народами, которые оттеснили их к югу с берегов Балтийских рек. Эти воинственные кельты, которых римляне называли галлами или галатами, щеголяли в одеждах из клетчатых шерстяных тканей, услаждали свой слух игрой на волынках, а их жрецы звуками трубы вызывали у наследованных от предков лесных богов, включая странного человека Вепря. Где-то по пути они расстались со своими жрецами-друидами, но у них остались племенные советы старейшин, и они руководствовались предсказаниями. В ночь полнолуния все они неуклюже плясали вокруг церемониальных костров, на которых заживо сжигали пленников. Они были сильны своим числом и возбужденные обладали агрессивной энергией. Разбросанный по всем трем частям Испании молчаливый народ басков, ее древнейшие обитатели, нашли убежище под защитой гор. Все это в той или иной степени было известно Ганнибалу, у которого оставалось мало времени, чтобы завершить покорение Испании. В сопровождении небольшого отряда военачальников, изобразованных карфагенин, при поддержке опытной африканской пехоты, недостаточно опытных иберийских формирований, а также внушительного строя слонов, он продвигался из света цивилизации прибрежных городов во мрак первозданной горной местности. Делая это, он выполнял двойственную роль. Как глава правящего рода баркидов, он являлся верховным военачальником, служащим совету карфагена. В глазах кельтов он был, вероятно, царем, обладавшим несметными сокровищами и повелителем воинов. По необходимости Ганнибалу приходилось играть роль железного царя, от которого зависели жизнь или смерть. Иначе его бы не поняли живущие племенным строем кельты, которые, почувствовав его слабость, прикончили бы его своими длинными мечами, как убили Газдрубала. Прошло много лет, прежде чем Ганнибал смог отказаться от вынужденного раздвоения личности и до конца дней играть одну определенную роль, как Юлий Цезарь после него. В глазах Ганнибала Испания была калейдоскопом совершенно несходных между собой народов, враждующих друг с другом, отбирающих чужие урожаи, чтобы пополнить собственные запасы, и не имеющих представления о централизованной власти. Даже его иберы держались замкнуты в долине Бетиса. Именно это представление собирался сначала навязать, а потом объяснить им, Ганнибал. Более того, ему приходилось во всем действовать личным примером. Говорят, он первый бросался в бой. В те времена каждый правитель должен был лично участвовать во всех важнейших событиях. Даже африканцы Ганнибала предпочитали следовать за ним, а не просто действовать по его приказу. Газдрубал, и это правда, поручил формирование новой армии Ганнибалу, и воины с готовностью подчинялись сыну Гамилькара. Но у Ганнибала еще не было близкого друга и единомышленника, и даже ветеран Магарбал не мог внедрить непрошенный закон и порядок в хаотическую Испанию. Хитростью он завоевал дружбу вождей племен, говорили о Ганнибале, силой и подкупом заставил их подчиниться своей воле. В течение года, играя двойственную роль царя, который может по своей воле покарать или наградить, Ганнибал вышел к среднему течению Тахо. Пополняя армию в процессе продвижения и штурму и неприятельские города, он провел свое разрастающееся войско через Сьерра-Гуадараму и оказался среди удивленных вакеев, дальних родичей всадников-карпитанов. Он потребовал у этих горцев только трех вещей – номинальной выплаты дани, провизии для своих воинов и добровольного вступления под его командование крепких молодых людей, которым по душе ежедневно готовить еду в и получать плату серебром в монетах необычного вида. Но у него было слишком мало времени. Первобытные люди не могли понять таких перемен в своих наследственных традициях, им нужно было время на размышления. Они недоумевали, зачем этот неугомонный человек, наделенный властью, выходит из своего шатра, чтобы поговорить с ними. И они брали его за руку, чтобы отвезти снова в его покое, где они могли сидеть на шкурах, погрузившись в размышления о странности его речей. Он научился говорить на языке кельтиберов. А меньше чем через год, как это произошло и с Гамилькаром далеко на юге, северные племена решили оказать Ганнибалу совместное сопротивление. Вакейско-карпитанские воины начали формировать внушительную конницу. Военачальники Ганнибала советовали ему незамедлительно начать битву. Ему не хотелось этого делать, к тому же ему было нелегко двинуть пехоту против всадников, рассыпавшихся по заросшим осокой равнинам. Вместо этого он повел свои войска в отступление назад, к быстрой Таху. Бросившиеся вдогонку многочисленные кельтиберы обнаружили, что карфагенине растянулись вдоль южного берега реки, когда варварские всадники кинулись переплывать реку или переходить ее вброд, а они оказались в глубокой воде. В то время как ловкие копьеносцы отталкивали их от берега, а внушающие благоговейный ужас слоны быстро бежали вдоль реки, стараясь ударить всадников и заставить лошадей погружаться от страха в воду, деморализованная армия племен обратилась в бегство. Карфагенине начали преследовать отступающих, чтобы положить конец дальнейшему вооруженному сопротивлению. Без всяких сражений влияние карфагенских захватчиков распространилось от центральной равнины до восточного побережья вплоть до реки Эбро. Здесь образовался центр сопротивления, сформировавшийся вокруг старого окруженного крепостной стеной города на крутом холме, который построившие его иберы называли Арсе, а римляне, которые теперь обратили на него внимание Сагунт. Долгие месяцы перехода сюда, в глубинные районы, стоили беспокойному Ганнибалу самой чувствительной для него потери, потери времени. Столкновение у Сагунта В те эллинистические времена вожди были людьми разносторонними. После того, как Александр и македонцы проложили путь даже в такие дальние края, как горы Индии, новые достижения науки и земледелия притекли из великих городов Азии в район Средиземноморья. Пролегли новые торговые пути, которые помогли развитию таких городов, как Родос, Эфес и только что возникшая в устье Нила Александрия. Потом торговля и новые идеи достигли западных портов, таких как Сиракуза на Сицилии, слава Греции. Греческий язык стал звучать повсюду, от Марселя до Индии. Аристотель был первым, кто осознал влияние новых открытий. Александр, которому он покровительствовал, послал философу из Тагира не только образцы фауны и флоры, но и познакомил его с древними научными знаниями. В эпоху преемников Александра, которую называют эллинистической, люди Средиземноморья узнали об универсальных идеях, которые принизили значение ранних философских школ, даже выдающегося учения стоиков. Зенуан, основоположник стоицизма, был наполовину финикийцем. В Сиракузах стареющий Архимед работал над проблемами действия рычага и особой плотности металлов. Возможно, он никогда не говорил о том, что может перевернуть мир, если ему дадут точку опоры. Однако, по настоянию Гейерона, тирана Сиракуз, в часы досуга Архимед набросал чертеж гигантской плавучей крепости и механических чудовищ, которые могли в случае необходимости защитить город. В Александрии, где находилась огромная библиотека, другой выдающийся математик Эротосфен Африканский создал астрономические таблицы со времен Халдеев и географическое описание известного к тому времени мира. Эротосфен прояснил давно обсуждавшийся вопрос об истинных размерах Земли, экспериментируя в полдень с солнечной тенью в глубоком сухом колодце. О нем говорили, что это человек, у которого пять умов в одном теле. Газдрубал Великолепный тоже проявлял разнообразные способности, как разведчик-недр, строитель городов, государственный деятель, организатор торговли, а также губернатор. Все эти обязанности пали и на Ганнибала. На гораздо более молодого человека, который был привязан к армейским лагерям десяток последних лет. И сразу стала ясной работа совершенно иного разума. Ганнибал не тратил время на обдумывание строительных проектов или проектов развития торговли. Эти вопросы он доверил своему блестящему младшему брату. Сам же Ганнибал исследовал окружающее морское побережье. Возможно, он изучал Периплус, описание путешествий вдоль побережья, сделанное Хароном Карфагенским, а, возможно, отчет о путешествии Гиммелькона. Он вполне мог прочитать утраченную работу о средствах и путях другого африканца Эротосфена, посвященные материальным ресурсам и их научному развитию. Эротосфен был выходцем из Кирены, родного города Баркидов. Эротосфен Александрийский высмеивал мифы Гомера. Вы узнаете путь Одиссея, если отыщете сапожника, который зашил мешок с ветрами. Ганнибал пригласил врача Сингала из Александрии, а не с острова Кос, где знахари лечили с помощью чудотворства. Кроме того, Ганнибал серьезно интересовался историей окружающих народов, особенно римлян, о которых было еще мало известно. Почти наверняка он изучал жизнь Пирра, знаменитого солдата удачи, который ничего не выиграл от побед над римлянами. В то время существовало не так уж много книг для чтения. Как и многие другие в те времена, Ганнибал сжег немало масла в светильниках, слушая по ночам рассказы возвратившихся из плавания капитанов, приезжих купцов, странствующих поэтов и собственных далеко забредающих шпионов о том, что они видели на других берегах. Любознательность Ганнибала, кажется, была ненасытной. Какие обычаи в других землях, какими способами убирают урожай и когда, какие традиции в Марселе, какие куют металлы и как, где и когда кельтские племена проходили через горы под названием Альпы. Любопытство Ганнибала распространялось на загадочных людей, таких как, например, этруски или лигурийцы, мрачные скотоводы. Он мысленно рисовал себе картину всего Средиземноморья. В то же время, в течение драгоценных месяцев 220 года до нашей эры, он пересекал вдоль и поперек центральные равнины и обдумывал, как использовать возможности полупокоренных кельтеберов. Не такие сильные, как ливийцы. Они, однако, были способны вынести многое, если захотят. Низкорослые, смуглые, веселые, энергичные, как пантеры. Из них вышла бы непревзойденная кавалерия, если их обучить как следует. А севернее, в Уксаме, паслись табуны лошадей, выносливых и легко поддающихся тренировке. Люди там поклонялись Эпоне, богине-покровительнице лошадей. Ганнибал имел в виду этих лошадей. Он всегда продумывал все до мелочей. Сидя верхом на лошади, можно было спокойно пользоваться кельтеберским мечом длиной в два фута, обоюдоострым и слегка изогнутым. Эти воины придумали необычные пики длиной примерно пять футов с железными наконечниками толщиной не менее половины дюйма. Такую огромную пику можно было метнуть, сидя в седле, в щиты и доспехи. Если бы кельтеберских конников можно было убедить. Испанские наемники, как прекрасно знал Ганнибал, были в высшей степени ненадежны. Вознаграждение не удовлетворяло их, а рассчитывать, что они будут служить по призыву, было невозможно. Всех этих разнообразных испанцев роднило с карфагененами одно – свободолюбие. Их исключительная гордость не поддавалась описанию словами. Нынешние испанские истериографы называют эту гордость «альтивец» – врожденной надменность. Но она служила неким пробным камнем. Если какой-то кельтебер был предан вождю, он присягал ему на верность и соблюдал свою клятву, вплоть до того, что убивал себя в случае, если тот в верности, кому он клялся, был убит. Каким-то образом Ганнибалу удалось добиться такой преданности от кельтеберских всадников. Завоевав симпатии этих воинственных людей, он приспособил для перевозки грузов их неизвестные в Африке легкие повозки с впряженными в них малорослыми, но быстроногими быками. Весной 219 года до нашей эры, прежде чем наступила благоприятная погода для мореплавания, в порту нового карфагена появились посланцы Рима, желавшие увидеть Ганнибала. Они встретились с ним, двое пожилых мужчин в простых тогах. Посланцы потребовали, чтобы Ганнибал соблюдал подписанный с Газдрубалом договор не переходить реку Эбро и не приближаться к Сагунту, который стал союзником римлян. Сагунт представлял собой крепость на побережье на полпути между новым карфагеном и рекой Эбро и, соответственно, относился к карфагенской зоне, согласно договору. В нем находилась колония греческих купцов, а также диаспора сторонников карфагена. Эту цитадель раздирали интриги, и что там на самом деле происходило, понять было невозможно. Известно, что сагунтийцы истребили обитавших по соседству тартессийских поселенцев, и что они обращались за покровительством к Риму, будучи его союзниками. Это само по себе незначительное событие. По своим последствиям, оказалось равным убийству эрстгерцога австрийского на угримой земле Сербии в наше время. Реакция Ганнибала была основой дальнейших событий. Согласно договору, заявил он, власть римлян не распространяется южнее реки Эбро. Что же касается сагунтийцев, то они расправились с тартессами и должны ответить за это. В обычае карфагенен, добавил он, помогать угнетенным народам. Это звучит в достаточной степени иронично, однако, возможно, молодой Ганнибал озвучивал цель, которая сложилась у него в мыслях. Так или иначе, но требование Рима было отклонено. Посланцы вернулись на свой корабль, чтобы доложить о результате карфагенскому сенату, как тут и требовал. Ганнибал отправил в карфаген свое собственное донесение о событиях. Как обычно, когда это касалось внутренних дел карфагена, не сохранилось никаких следов этого послания Ганнибала. С другой стороны, римские архивы сохранились и нередко переписывались. Спустя два столетия усердный Тит Ливий из Падуэ написал свой монументальный труд «Римская история от основания города», и тогда, во времена Великой эпохи Августа, рассказ о первой встрече в Новом Карфагене претерпел коренные изменения в сочинении Ливия. Причина Ганнибаловых войн выглядит ничтожной. На страницах труда Ливия Ганнибал уже подверг Сагунт осаде, что он сделал только в следующем году, и когда прибыли два посланца, он отправил своих людей на берег встретить их и предупредить, что их появление у него небезопасно. К тому же, у него нет времени выслушивать их в столь критический час. На самом деле Ганнибал виделся и разговаривал с посланцами в Новом Карфагене. Что касается его послания в Карфаген, Ливий утверждает, что если Ганнибал с послами и не виделся, он должен был предположить, что они направятся в Карфаген, и написал туда, советуя не удовлетворять требования римлян. Именно так и произошло на самом деле в Карфагене. Там послы потребовали нейтрализации Сагунта. Совет в Берсе отказался вмешиваться в дела Ганнибала. На страницах своего труда Ливий заставляет Ганона Великого, вождя группировки, находившейся в оппозиции к Бархидам, пылко выступать против воли Совета. Эта записанная речь красноречиво свидетельствует, что такая мысль пришла Ливию постфактум. Ганон умоляет своих соратников консулов не провоцировать римлян на войну в Сагунте. Ганон, оказывается, отговаривал их посылать отпрыска Гамилькара в армию, потому что ни дух этого человека, ни его плоть, его дети никогда не перестанут препятствовать договору с римлянами. Вы послали к войскам юношу, который одержим властолюбием и видит единственную возможность получить власть сея семена войны. Сейчас ваши войска окружают Сагунт, которому им запрещает приближаться договор. Скоро римские легионы окружат Карфаген. Вы раздули пламя, которое испалит вас. Теперь это, казалось бы, наивное предсказание одного из карфагенен вовсе не кажется таким уж наивным. Это пролог к небылицам, написанным Титом Ливием и его соотечественниками о Ганнибале, сыне Гамилькара и катастрофам последующих восемнадцати лет. Сюжет этот начинает вырисовываться таким образом. Мальчик, поклявшийся во вражде к Риму, став взрослым, попытался добиться могущества, ввергнув Карфаген в войну против воли его мудрых правителей. В то лето армия Ганнибала атаковала Сагунт. Свидетельство моря Воды Средиземного моря могли бы рассказать об истинной причине того, что началось в 219 году до н.э. То был кульминационный пункт борьбы, которая велась 120 лет между двумя алчными и безжалостными силами за господство над этими водами. Незримая граница всегда отделяла южную часть Средиземного моря от Северной. Она отделяла африканский континент от Европы, ливийское, семитско-египетское население от арийских посягателей, которые вторглись на греческий полуостров и на прекрасный остров Крит. Финикийцы с юга объединились с персами с востока, против дорических греков. По-прежнему оставалось мало общего между обитателями юга и теми, кто жил на севере. Ротосфен, как географ, попросту провел основную ось Средиземноморья по прямой линии через Гибралтар и Сицилию над островом Родос. Сами побережья были совершенно различны. На севере миниатюрные моря лежали между полуостровами, большие реки собирали воды материковых земель, укрытые гавани манили к себе корабли, в то время как цепь островов вела к дальним берегам. На юге безгранично простиралось непривлекательное африканское побережье, на котором почти не было гавани и протекала единственная большая река Нил. На севере сильные ливни питали пастбище для скота, исключение составляла Греция, и кормили возрастающие массы людей. На юге карфагене не должны были налаживать сельское хозяйство и оставались зависимыми от моря. Латиняне, жившие на Тибре, преуспевали в сельском хозяйстве и долгое время были, кажется, вполне удовлетворены этим. Средиземное море имело одну точку, в которой разделенные побережья почти соприкасались, в том месте, где длинный полуостров Италии отделялся узким Мессинским проливом от острова Сицилия, западная оконечность которого находилась менее чем в 125 милях от карфагена. Этот барьер суши, в свою очередь, отделял большую восточную часть Средиземноморья от западной. Время от времени беженцы переселялись с востока на все еще дикий запад, когда этруски совершали путешествие из Малой Азии в северо-западную Италию, а финикийцы в устье Роны, вблизи Марселя. Предприимчивые греческие поселенцы распространили и свои разногласия, и мастерство своих ремесленников на спокойной гавани каблука итальянского сапога, в Торрент и роскошный Сибарис, и вокруг носка полуострова вплоть до нового города Неаполя, где со временем они столкнулись с этрускими торговцами. Они очень рано построили Сиракузу в закрытой гавани, создав этим в стороне от солнечной Южной Италии и Восточной Сицилии, Великую Грецию. С приходом переселенцев расширялась торговля на Восточном побережье. Соперничая друг с другом за новые богатства, этрусские, масилийские и сиракузские корабли осваивали все более отдаленные пути и вели сражения на море, и все это ради того, чтобы Карфагенский флот господствовал в Западном Средиземноморье. Отрезанные от морских путей марсельские торговцы вывозили ценное олово с берегов Атлантики вниз Пароне. Благодаря своим фортам на Сардинии и Корсике африканские мореплаватели контролировали Теренское и Лигурийское моря к западу от Италии. Хотя цивилизованные сиракузские тираны противостояли на своем побережье карфагенским кораблям, они не могли не пускать африканцев на западные глубоководные морские пути. А это становилось все более важным, поскольку добыча драгоценного золота и серебра в рудниках на восточном побережье начала сокращаться. У цивилизованного восточного Средиземноморья все больше возрастала потребность в сырье с дикого западного побережья. На исходе третьего столетия попытка Пирра, царя и полководца Ипирского включить в империю юг Италии и Сицилию, процветающую Великую Грецию, была следствием экономической необходимости. Хотя это было вызвано первым появлением римских кораблей у свободного города Торрента. Когда блестящий Пир был, наконец, разбит римскими легионами 275 г. до н.э. и покинул берега Италии, он по преданию сказал «Какое прекрасное поле боя я оставляю римлянам и карфагенинам». Возможно, он никогда и не произносил этих слов, но они оказались пророческими. Ганнибал изучал все, что происходило в те годы. Вероятно, ему было понятнее, чем нам теперь, как это скромному городу, стоявшему на холмах в низовьях реки Тибр, он не был даже морским портом, удалось подчинить себе большую часть Италии. Как образованные этруски были покорены энергичными южными греками, и как Великая Греция пошла по пути сиборитства, предаваясь наслаждениям. Флегматичные латинине сделали свой первый шаг, завоевав город Вейе в Этруде, в верховьях Тибра. Потом союз латинских городов распался после затяжного конфликта, и они становились поодиночке либо союзниками, либо субъектами римского гражданства. Благодаря настойчивости и непрекращающемуся конфликту Рим вместе со своими союзниками получил господство на центральной Италии и подчинил себе Капую, богатейший и самый культурный город из всех южных греческих городов. Потом, когда железная настойчивость помогла Риму отправить Пиро назад на его корабль, продвижение римлян к морям ускорилось. Знаменитый торрент Пал в 272 году до н.э., Регий на Миссинском проливе в 270 году до н.э. Спустя шесть лет несколько римских отрядов, преследовавших в коварном узком проливе кучку наемников, которые именовали себя людьми Марса, обнаружили одного карфагенского полководца, обосновавшегося в крепости Миссина на сицилийской стороне. Незаметно для участников миссинских событий ситуация на Средиземноморье изменилась. Древние города государства утрачивали влияние, верховенству отдельных тиранов или диктаторов приходил конец, Пир был последним из них. Господство империи, хотя еще и зачаточное, начинало принимать все более отчетливую форму. До сих пор римская экспансия распространялась на сушу, в то время как карфагене не господствовали на море. Поговорка, что льву незачем ссориться с китом, оказалась в этом случае верной. Дружелюбные каждая на своей орбите, эти государства часто вступали в свободный политический альянс и не дали, как во время победоносного шествия Эпира, карфаген предлагал свой флот в помощь римскому сенату, чтобы удерживать армию Эпира подальше от стратегически важной Сицилии. Теперь две орбиты пересеклись в Миссинском заливе. Схватка возле Миссины распространилась и на сушу. Гейрон II, последний тиран Сиракуз, отдал предпочтение римским легионам и предложил им использовать свой неприступный город в качестве базы, а флот в качестве транспортного средства. Карфагенине лишились укрытия на западной половине острова. Совет Бирсы запоздало осознал, что ключевые позиции на Средиземном море могут быть утрачены. До этого времени африканский город ввел политику ограничения войн. Снаряжавшие боевые корабли только в случае необходимости, Карфаген привлек иноземных наемников, чтобы создать войско, с которым можно было бы расплатиться после того, как оно выполнит свою задачу. Когда эта цель была достигнута, Карфаген положил конец конфликту. Современные ученые пишут, что армия Карфагена служила государственной политике, в то время как римская государственная политика служила армии. Независимость Рима была отвоевана у более могущественных соседей только благодаря мощи его легионов, великолепной национальной армии. Как горько заметил Пир, в том, что касается войны, эти варвары совсем не кажутся варварами. Теперь в первый раз на Сицилии римским командирам противостояли умное руководство и чужеземная мощь. Карфаген и Рим были чужды друг другу. Первый возрос на африканской почве, имел более древнюю культуру, поклонялся более древним восточным божествам. Второй возник из европейских племен, возвел их традиции в законы, нетерпимые к иному образу жизни. По этой причине столкновение армии в Мессине переросло в то, что получило название в истории как Первая Пуническая война, но что в реальности было началом непримиримой борьбы за господство в Средиземноморском регионе. Регул предлагает свои условия. Размышляя обо всем этом, Ганнибал должен был задуматься над двумя вещами. Первое – поражение на море. В течение первых трех лет лишенным воображения старейшинам Сената и римскому народу становилось все более очевидным, что нельзя подчинить отдаленный остров до тех пор, пока не удастся установить господство на окружающих его водах. Столкнувшись с этой практической проблемой, римляне с характерными для них энергией и мастерством принялись создавать свой первый боевой флот. В разгар враждебных отношений их разведывательный отряд был полностью захвачен в бухте карфагенскими кораблями. Причиной случившегося, о чем никогда не говорилось публично, послужил приступ морской болезни, охвативший неопытную команду после шторма, от которого корабль укрылся в бухте. В течение года Рим собрал и укомплектовал личным составом 100 галер с пятью грибцами на каждое длинное весло и 20 разведывательных галер с тремя грибцами на более короткое весло. Этот подвиг со стороны сухопутных жителей, которые не любили море, был чудом, легенда о котором жива и поныне. Согласно легенде, какие-то римляне обнаружили севшую на мель карфагенскую галеру с пятью грибцами на весло и, скопировав ее конструкцию, построили свои, а их сограждане тем временем учились управлять веслами на тренажерах, установленных на суше. Боевые галеры того времени были хрупкими конструкциями, похожими на гигантские раковины с водруженными на них длинными скамьями, на которых размещалось до трехсот грибцов. Только более крупные суда были крытыми, то есть имели палубы. Галеры плохо передвигались по бурному морю и должны были искать укрытие от шторма. Их вооружение состояло из железных или бронзовых таранов. Парные тараны обычно стояли вертикально на носу судна, готовые вонзиться в неприятельскую галеру выше или ниже ватерлинии или сокрушить скамьи грибцов на ней. Галера могла также сблизиться с другим кораблем, чтобы дать возможность вооруженным воинам, не грибцам, перебраться на неприятельский корабль и одолеть врага. Во время сражения мачты опускались, чтобы они не пострадали от удара при столкновении. Из всего этого следует, что боевыми галерами должны были управлять опытные моряки. Находиться в открытом море продолжительное время такие галеры не могли. Парусные суда, транспортные и торговые, легко уклонялись от них во время сильного ветра, но в безветренную погоду они оказывались беспомощными против атаки грибных галер с их таранами. Римские военачальники, создав как по волшебству свой боевой флот, поступили в высшей степени разумно, обратившись к подвластным им морским портам, которые уже владели галерами Торенту, Неаполю, Пизе в Этрурии, не говоря уж о флоте в Сиракузах. Эти порты носили прозвание «Соси Навалис» — «Друзья кораблей». Суда, построенные этрускими и греками, уже были укомплектованы опытными командами. Что же касается каких-то грибных механизмов, то их никогда не существовало. По закону, а законы города на семи холмах были строгими, как в более ранние времена у жителей Мидии и Персии, гражданам разрешалось служить только в легионах пехоты, а они, граждане, не имели права вставать под знамена легионов. Вольноотпущенники и рабы могли быть членами экипажа или грибцами на скамьях. Вооруженные легионеры, тем не менее, пришли на новый флот. Методичные военачальники планировали использовать их, когда судно шло на абордаж, а для этого галеры были оборудованы огромными крюками, корви, клювами и широкими перекидными мостиками, по которым могло пробежать плечом к плечу свыше полудюжины воинов. Надо было зацепить неприятельское судно, чтобы опытные римские воины вступили в рукопашную схватку с врагом на палубе. Такой план полностью удался. Боевые корабли встретились в первый раз при Милах, недалеко от Мессины, в 260 году до н.э. Карфагенский флот, привыкший маневрировать, располагал лишь небольшим контингентом воинов. Скорее всего, сыграл свою роль и фактор неожиданности. Большая часть карфагенских галер была захвачена или потоплена, римский военачальник забрал бронзовые тараны врага в качестве трофеев и триумфально провез их вокруг форума. Это была первая победа римлян на море. Триумф в битве при Милах, разумеется, не сразу установил господство Рима на море. Другие карфагенские флотилии действовали успешно и даже доплывали до побережья Италии. К тому же римские военачальники никогда не обладали знаниями о море. Их упрямство и отсутствие опыта приводили к кораблекрушениям, в которых погибло десятки тысяч человек. Но то, что произошло при Милах, повлияло на отношение лидеров карфагенен к морю. После этого они, кажется, начали испытывать страх перед испытанием своих кораблей в битве с римской армадой. Гамилькар понял, что его город больше не господствует на море, а Ганнибал должен был понимать, что карфагенская армия уже не может надеяться совершать переезды через открытое море. Подтверждением тому послужило еще одно напоминание слова римского консула Регула. Триумфальная победа при Милах открыла новые горизонты жителям города на Семи Холмах. Она проложила им путь на другие берега. Отцы-сенаторы четко осознали, что борьбе за Сицилию может быть положен конец, если завоевать карфаген. Через три года после битвы при Милах флотилия из 330 судов покинула Мессину с четырьмя легионами на борту. Она прорвалась через карфагенский флот к южному побережью Сицилии и перенесла войну в Африку. Два консула, Регул и Вульсон, возглавили командование экспедиционными войсками. Не нашлось силы, которая бы встала между ними и карфагеном, который не имел в то время защитной стены. Когда посланники Совета пришли в римский укрепленный лагерь, чтобы выиграть время, Регул принял их почти неуважительно. Неожиданное появление европейской армии привело беспокойное население африканского побережья в смятение. Вспомнив это через пятнадцать лет, римские власти позволят Гомелькару Барке взять с собой с горы рик дезертиров и беглых рабов, которые еще больше разожгли недовольство наемников. Если вы считаете себя храбрецами, сказал Регул, вы или побеждаете, или принимаете множество побежденных. Регул говорил, как командующий европейскими племенами, все еще входящими в союз тридцати пяти племен, и как человек, простой кодекс храбрости которого, побуждал его стремиться убивать, чтобы не быть убитым. Гораздо более развитые и сложные африканцы не хотели ни того, ни другого. Тогда Регул напрямую предложил им условия мирного исхода для их города. Вот они. Уступка Сицилии и Сардинии. Выдача без выкупа пленных римлян и выкуп карфагенских пленных с ежегодным возмещением Рима военных расходов. Карфаген должен заверить, что не будет объявлять войну или заключать мир без согласия римского правительства. Карфаген не должен использовать флот в военных целях. Ему разрешается снарядить одну галеру. Карфаген должен передать, если потребуется, пятьдесят галер с тремя гребцами на весло в распоряжении римлян. То, что случилось после, было также неожиданно, как полная перемена ситуации при милах. Эти условия означали уничтожение города, который был владыкой морей. И город воспрянул духом перед лицом невиданной до той поры опасности. Корабли вышли в море, чтобы доставить назад Гомелькара Барку и его опытных наемников с Сицилийского фронта. Римские галеры стояли в гавани Туниса, а их командиры располагались лагерем на берегу. Еще одному опытному воину Ксантиппу, командиру наемников-спартанцев, были переданы намидийские конники и слоны, которых он попросил ему дать, чтобы сразиться с легионами Регула на открытой равнине, используя новую тактику. Против разношурстного войска Ксантиппа-Гомелькара римские легионы выступили чересчур самоуверенно на свою погибель. Регула примерно с половиной его штаба взяли в плен, остальные были отправлены назад к месту высадки и к транспортным судам. Другие галеры прибыли, чтобы забрать их, однако по пути домой римские военачальники настояли, вопреки совету опытных лоцманов, на том, чтобы проложить курс вдоль южного побережья Сицилии. Шторм настиг их на подветренном берегу, галеры утонули. Пошли на дно 284 судна почти со всеми, кто был на борту. Характерно, что когда стали известны масштабы катастрофы, римский сенат приказал построить новый флот. В течение трех месяцев должно было спустить на воду 220 полностью снаряженных кораблей. Для этого количество галер устроили постоянные зимние укрытия. После долгих лет в равной мере измотанные соперники заключили мирное соглашение, согласно которому Сицилию уступили Риму за 1200 талантов. Это был мир 241 года до н.э., заключенный Гомелькаром в то время, когда он защищал гору Эрик. По условиям мира Карфаген сохранял верховную власть без ограничения флота. Не прошло и трех лет, как римляне нарушили этот мир. В складках моей тоги скрыты и война, и мир. Куда бы ни отправлялся верхом на коне Ганнибал, он всегда брал с собой карту и постоянно пользовался ею, а его греческие песцы наносили на нее берега, горные цепи и гавани северной части Средиземноморья. На картах того времени обычно были обозначены расстояния между пунктами и названия обитающих на землях народов. За последние девять лет небольшие, но существенные изменения произошли на карте берегов Италии. Слухи об этом доходили до Ганнибала от благожелательно настроенных торговцев или его тайных агентов. В сообщениях из Рима говорилось, что закрыты двери храма Януса, поскольку в Великой Республике наконец воцарился мир, однако флот пересек Адриатическое море с целью наказать пиратов. Пир появился на другом побережье Адриатики. После 226 года до н.э., года мирного договора Газдрубала, перемены происходили быстро. На севере Италии, на берегах реки По, восстали кельтские племена. Войска двинулись с Тибра, чтобы их усомирить и возвести на реке По пограничные посты. Эта граница играла такую же роль для Рима, как река Эбро для нового Карфагена, который стал теперь процветающим портом. В 224 году до н.э. армии пересекли По и спустя два года захватили Милан, главный город кельтов. Одновременно другая военная экспедиция подавила остатки сопротивления островитян Сардинии. В 219 году до н.э. вооруженные галеры поспешно покинули порт, чтобы снова пересечь Адриатику, высадить свои легионы и провозгласить Далмацию и Лирию римским протекторатом. Мятежников возглавлял Деметрий Фарус, который укрылся в Македонии. Римлян без сомнения провоцировали самыми различными способами. При этом Деметрий и кельты, в Италии их называли галами, а также горцы Сардинии, взяли в руки оружие на своей собственной земле. Изменения на карте свидетельствовали о том, что Ганнибал не мог ошибиться. На востоке Адриатика стала римской. К западу от Италии, у Сардинии и Корсики. Римляне завладели Теренским морем. Как долго будет продолжаться и насколько далеко зайдет вторжение в Средиземноморье? Карфаген все еще господствовал в западной части Средиземного моря, там, где сходились Африканское и Испанское побережья. Где-то посредине лежали Петеузские и Болярские острова и находился порт Сагунд. Потом римские посланцы вступили в Испанию, объявив Сагунд своим протекторатом. Внушительные сухопутные силы были мобилизованы внутри Италии, и около 200 галер спущено на воду из зимних укрытий. Не против Испании ли была направлена эта мощь? В начале лета 219 года до н.э. Ганнибал принял решение действовать. Его армия, в основном состоявшая из испанских рекрутов, сделала попытку взять штурмом цитадель на высотах Сагунта и потерпела неудачу. У нее не было ни осадных орудий, ни приспособлений, помогающих взобраться на скалистые откосы. Ганнибал взял Сагунт в кольцо и стал ждать, чтобы его защитники сдались. Он поручил командование Магарбалу, а сам поскакал на пустынные Кельтиберские равнины. В течение этих месяцев его жена Эмильке дала жизнь ребенку. Обитатели Сагунта ждали помощи от Рима, своего признанного союзника, но помощь эта не явилась. Через восемь месяцев карфагенине ворвались за городскую стену, и сопротивление осажденных было сломлено. Ганнибал распорядился, чтобы его сторонники были награждены, а серебряные сокровища и различные захваченные товары отправлены в карфаген. И тут примчавшиеся с бешеной скоростью гонцы привезли новости из карфагена. Что происходило в палатах римского сената в эти месяцы 219 года до н.э. остается неясным. После того, как флот вернулся с сенатики, должны были начаться дебаты по вопросу о карфагене и споры, вызванные наступлением Ганнибала на Сагунт. Такие титулованные особы, как Клавдий и Сципион, выступили за тотальную мобилизацию сил против карфагена, в то время как не менее влиятельные сторонники Фабия Кунгтатора, то есть Медлителя, носившего также прозвище Бородавчатый, ратовали за переговоры. Сам Фабий, один из старейших в сенате, предостерегал одно дело обсуждать военные действия здесь, в палате, и совсем другое — вести их на поле брани. Кажется, это был один из тех случаев, когда всемогущий сенат разошелся во мнениях с римским народом. Новые перспективы на море увлекли многих вождей. На дальних берегах ждали неиспользованные ресурсы и маячили выгоды торговли, которых патриции до этого времени были лишены. Законом от 219 года до н.э. впервые было разрешено людям в ранге сенаторов заниматься торговлей. С другой стороны, в народных собраниях по трибам округам, кажется, слишком хорошо помнили ужасные потери в живой силе во время войны 264-241 годов до н.э. и упадок земледелия из-за отсутствия мужчин. Люди хотели выращивать собственную пшеницу. Им не было дела до ее ввоза владельцами судов из только что обретенной Сицилии. Труженики земли выдвинули лозунг «Земледелие и Италия итальянцам». Действия против объятых страхом галлов поддерживались народными собраниями, комития, центуриата и их трибунами, потому что они призывали к расширению общественных земель и к повышению безопасности. Каждый гражданин помнил те черные дни, когда галлы под предводительством Бренна дошли до самого Рима. Но, по их убеждению, еще один конфликт с пунийцами не принес бы реальной пользы и не предотвращал зримой опасности. Таким образом, дебаты продолжались, двери храма Януса оставались закрытыми, и флот не был отправлен на помощь Сагунту. Новость о сдаче этого города Ганнибалу дала фракции Клавдия Сцепиона в Сенате сильный аргумент в пользу объявления войны. Атаке подвергся союзник Сената и римлян. Что касается вопроса о выгодах и потерях, расходы могли быть покрыты за счет серебряных рудников Испании. Так заявляли посланцы потерпевших поражение жителей Сагунта и взбудораженного Марселя, также союзника Рима. В начале 218 года до н.э. сенаторы согласились на компромисс, а народные собрания приняли его. Согласно пожеланию фабианцев, на переговоры с Карфагеном должна была отправиться делегация. Если переговоры потерпят неудачу, делегация объявит войну. Существовала большая вероятность, что карфагене не согласятся на ультиматум. У них тоже была группировка, настроенная на мирные решения вопроса. Они выступали за мирные соглашения в 241 году до н.э. Потом они отдали Сардинию и Корсику с обязательством дальнейших выплат. Не более чем за восемь лет до этого они заключили соглашение относительно реки Эбро, но они могли и отказаться от принятого соглашения. Пятеро посланников легатов отплыли из Рима в марте 218 года до н.э. Трое из них принадлежали к партии Клавдия Сципиона, еще один старейший был фабианцем. Возглавлял легатов Фабий Максим Кунктатор, который предупреждал Сенат о том, что военные действия выглядят совершенно иначе на поле брани, нежели при обсуждении в Сенате. На холме Бирсы, на закрытом заседании в палате Карфагенского совета, Фабий задал вопрос, передаст ли Карфагенская республика Ганнибала, сына Гамилькара, и его ближайшее окружение в руки римских властей? Совет ответил нет. Тогда Фабий спросил через своего переводчика, одобряет ли Карфагенская республика действия своего полководца Ганнибала, сына Гамилькара. Совет не дозавуировал действия Ганнибала и стал задавать вопросы чисто юридического порядка, находится ли римский сенат в союзе с городом Сагунт, вопреки своему прежнему договору с Карфагеном, с каких пор Сагунт стал союзником Рима. Если до соглашения с Гадрубалом, то оно не включало Сагунта, поскольку он находится южнее реки Эбру, если позже... Фабий встал. — Такие речи удручают меня. — Он прижал руки к груди. — В складках моей тоги скрыты и война, и мир. Карфагенине, выбор за вами. Старший Суфеты спросил разрешения побеседовать со своими советниками. Фабий согласился. Когда Карфагенине возвратились, Суфет дал совершенно неожиданный ответ. Решайте сами. Фабий ответил. — Тогда это будет война. Раздались голоса. — Принимаем. Весть о том, что Рим объявил войну, быстро была доставлена Ганнибалу гонцами, которые стремительно промчались по африканскому побережью и переправились через пролив. Когда пятеро легатов возвратились на они доложили о происшедшем сенату. Двери храма святого Януса распахнулись, и двуликий бог мог наблюдать восходы и закаты, а римляне поняли, что вступили в состояние войны.